В воскресной школе радовесть, что при московском храме преподобного Сергия Радонежского на Рязанке прошел третий шахматный турнир. Его организовали для воспитанников этого образовательного учреждения и всех желающих. Рассказывает Эльвира Гордеева. Несколько лет в стенах воскресной школы при Сергеевском храме на Рязанке действует школа шахмат. Сюда приходят дети от пяти лет, постигая азы этой интеллектуальной игры. В начале теоретические уроки с разбором комбинаций и партий. Затем совершенствование полученных навыков на внутриклубных соревнованиях. Дети наши любят, увлекаются этим видом спорта. И сегодня мы были очень рады наблюдать, как в доброй спортивной азартной борьбе они пробуют себя, как настоящие гроссмейстеры. Шахматы – уникальный тренажер для мозга. С первых дней знакомства с ними дети учатся логически мыслить, анализировать и рассуждать. Самостоятельно принимать решения. Для юных шахматистов открываются ворота в мир творения древних мудрецов, которые изобрели одно из самых замечательных игр человечества. При этом дети, даже если они никогда не будут гроссмейстерами, раскрываются и зреют как личности. Шахматы очень логичные. И те, кто им занимаются, они развивают логику. Я и сам в школьные годы играл в шахматы. И впоследствии это не стало моим каким-то основным жизненным занятием. Я больше занялся физикой и математикой, сейчас преподаю в университете. Но шахматы мне нравятся до сих пор. В этот день в турнире «Воскресная школа» приняли участие более 30 ребят. Старшие соревновались в шахматы, младшие в шашки. Опытные тренеры говорят, что один такой день интеллектуального штурма равен как минимум 10 занятиям. Особенно, когда за короткий промежуток времени нужно сыграть несколько партий. Всего было 5 партий. Мы сыграли только 4. И мне повезло, что я выиграл все 4 партии. И нам предстоит еще одна последняя партия. По мнению организатора турнира Алены Хрисанфовой, освоить первоначальные азы шахматного искусства можно и по учебникам. Для ребят, которые хотят заниматься шахматами, есть сейчас очень много замечательной литературы. Вот у меня в руках несколько книжек, но их намного больше. Они все продаются в наших магазинах. Так что, кто хочет изучать самостоятельно, вполне может это делать. А если хочется общения и игры с живым партнером, добро пожаловать в нашу воскресную школу. По итогам турнира победители получили заслуженные грамоты, а также ценные подарки – дорожные шахматы, часы, книги, сладкие призы.